Пойдем, пойдем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Многое зависит от нас. Насколько мы сегодня внимательно будем относиться к новому, насколько мы целеустремленно будем продвигать новые идеи, новые технологии. Я, безусловно, верю в то, что те, кто сегодня начинает свою профессиональную жизнь в медицине, в биомедицине, конечно, это тоже большой. Им был большой стимул дали обменьше служебно-творной деятельности. Всего вам доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 25 июня этого года ученый совет Межгородского государственного университета присвоил звание «Почетный доктор Межгородского государственного университета» профессор Туркаловский. Мы чуть попозже получим взлом, маленький, а сейчас позвольте я попрошусь Эгену Тушин-Доскласова, представителем Курчевского доктора Межгородского государственного университета. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, дорогие друзья, дорогие студенты, ректор, президент, губернатор, волгоместер, действительно большое событие. И большая честь для меня сказать несколько слов о профессоре Харроле Сурхаузене. Профессор Сурхаузен по образованию врач, он закончил медицинский факультет и практиковал медицину. Он занимался такими разными областями, как хирургия, гинекология, акушерство. Но с самого детства у него был огромный интерес к науке. И он очень рано начал интересоваться фундаментальной наукой, что предопределило его выбор. И несмотря на то, что у него медицинское образование, он остался на стороне творчества, которое мы называем фундаментальной наукой. Его открытие, несмотря на то, что сказал Владимир Павлинович про вакцины, про практические следствия тех открытий, которые он сделал очень давно, ну не так давно, но достаточно давно, больше 30 лет назад, он к этому пришел как исследователь, который изучал молекулярную природу вируса. Продолжение следует...